Всем снова привет! Меня зовут Сергей Нагорный, я продолжаю искать жилье в Киеве. Сегодня я в Аболонском районе. Здесь я был однажды в ЖК Яскравый от компании Intergal Boot. Мне там не особо понравилось, поэтому сейчас я решил посмотреть на ЖК, который называется Оболонь Sky. Находится он прямо возле метро Оболонь, поэтому даже нет смысла засекать время. Вот вход в метро, вот здание ЖК Оболонь Sky. Ближе к метро я еще ни разу не был, но можно только сравнить с Заречным. Там от станции Славутич тоже буквально 2 минуты ходьбы, но здесь просто над самой станцией метро дома стоят. Эти дома строит компания МЖК Оболонь, с которой я уже сталкивался, когда смотрел на комплекс Мистоквитив, который, между прочим, мне достаточно понравился. Не самый плохой комплекс из тех, которые я видел. Но Мистоквитив это комфорт-класс, а здесь у нас и бизнес. Вот и посмотрим, как же МЖК Оболонь строит дома бизнес-класса. Всего здесь планируется постройка трех домов. Один из них уже построен и заселен, второй, ну, практически построен и уже скоро будет заселяться. Ну и третий еще вот на таком этапе, не все перегородки даже заполнены кирпичом. Дома строятся по монолитно-каркасной технологии, с заполнения обыкновенный глиняный красный кирпич. Ну а сверху утепление из минеральной ваты и штукатурка с покраской. Здесь на рекламных баннерах строительного забора напечатан вид из окна, который будет у некоторых жильцов этого комплекса. Также под вторым домом вроде бы как строится или уже построен подземный паркинг, но вроде бы только на 100 машин. Также обещается охрана и вроде как закрытая территория, хотя на данный момент, насколько я знаю, она не закрыта. И также свой личный парк с побережьем озера Кирилловское, постараюсь туда попасть и посмотреть. Ну и видите, какой счастливый отдых предполагается в этом ЖК. Видите, забор возле проспекта установлен, но здесь калитка открыта, никакой охраны нет, так что пойдем посмотрим на территорию. Что мы видим на данный момент? Это подъезд дома. Сверху козырек, такой вагоночкой отделан просто, но зато первые этажи украшены такой большой черной плиткой. Это красиво. Ступеньки из гранита, поручни металлические. Есть небольшой пандус, но всего две ступеньки, так что здесь ничего страшного и крамольного в этом нет. То есть практически парадная в уровень с землей. Но здесь есть чуть повыше вход. Это вход на лестничную площадку, насколько я понимаю. Она отдельная с отдельным входом. Ну и здесь еще один подъезд. Лавочка достаточно тоже симпатичная. А вот фонарные столбы устанавливаются абсолютно обыкновенные. Здесь мы видим вентиляционную шахту и вход в подземный паркинг. А это небольшой уголок благоустройства. Газончики, лавочки, урны и небольшая детская площадка. Ну допустим здесь плюс-минус понятно. Какие-то сидушки, что-то вот как-то лазить по этой штуке можно. Здесь тоже абсолютно понятно. По вот этому бревну можно ходить, только зимой, видите, не получится. Из-за вот такой наледи, которая на нем образовалась. Я даже не рискну сам сейчас становиться сюда, дабы не навернуться. А вот эти кубы у меня, конечно, вызывают интерес. Может быть кто-то знает и понимает, что это вообще за инсталляция такая. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я вообще не представляю. Ничего нигде не двигается, не открывается, не вертится. Просто какие-то кубики с точечками. Может это как-то вот по этим штукам нужно лазить, типа альпинизм. Но если что, то это как-то слишком опасно выглядит для детей. Ну а далее вот такой небольшой променад и выход на озеро Кирилловское. Помимо метро здесь огромная куча разных торговых центров в непосредственной близости от комплекса. И в шаге от него расположен метрополис. А еще здесь совсем рядом находится пожарная часть. Самая крупная в Киеве, Украине и, насколько я знаю, вообще во всей Европе. Так что из случаев каких-то чрезвычайных происшествий, как минимум пожарные машины приедут очень быстро. Ну а вот так выглядят фасады домов. Что первый, что второй дом практически близнецы. Не знаю, будет ли третий отличаться от них, скорее всего, нет. Непонятно почему, но уже машины запаркованы на тротуаре. Возле нового дома высажены вот такие симпатичные деревья. Все-таки я немножко ошибся. По периметру дома расположено много всяких входов, я так понимаю, для коммерческих помещений. А вход в сам подъезд к жилым квартирам, он один. И это вот как бы главный такой вход с длинными пандасами, но достаточно такими невысокими. Здесь все те же две ступеньки высотой. И вот так входная группа выглядит. В принципе, ничем не отличаются. Все те же стеклянные двери и лишь домофон с камерой установлен. Это мусорные контейнеры. Вот так выглядят. Отдельно установлен один контейнер для пластиковых отходов. Въезд в подземный паркинг. Наконец-то выпал снег, так что теперь сможем смотреть, как вообще убирают придомовую территорию в жилых комплексах. Ну, в общем-то, все тротуары чистые, снег лишь на клумбах сохранился. И лавочки, кстати, здесь попроще в этом комплексе. Ну, может, не попроще, но такие другого стиля. Мне возле второго дома нравятся больше. Через дорогу расположена какая-то школа. А на первом этаже первого здания медицинский диагностический центр Дила. Или Дила. Но почему-то жильцы этого дома очень недовольны вот таким соседством. Не знаю, почему. Ну, про кондиционеры вы поняли, да? То есть никаких ящиков для них не предусмотрено. Ни здесь, ни на втором, ни на третьем доме. Хотя, смотрите, на балконах предусмотрены специальные крепления для кондиционеров и выводы для конденсата. Но ни один кондиционер не повешен на эти крепления. Въезд на территорию комплекса через шлагбаум. Есть немного места для гостевого паркинга. Он здесь тоже вот такой плиткой выложен, через которую должна прорастать травка. Но, по-моему, ее даже не пытались здесь сеять. Если я правильно понимаю, то вот здесь установлены специальные конструкции для сушки ковров или белья. Не знаю, ну, скорее ковров. Давненько вы видели такие штуки. Я лично видел только в старых, еще построенных при Союзе дворах. Во всех тех новостройках, в которых я был, я ни одного раза не видел. Но это все-таки бизнес-класс. Здесь предусмотрены такие места для стирки ковров. А вот это настоящее жлобство. Над козырьком парадного кто-то себе построил балкон. По плану он там не предусмотрен. Я специально посмотрел на втором доме, там его нет. Но здесь кто-то себе вот застеклил и сделал балкон. Да и вот здесь уже кто-то портит фасад. Вместо панелей, установленных на балконах, утеплили, заштукатурили и на всех плевать. Ну, вот еще одна зона отдыха. Лавочки, урны, детская площадка. И все это с видами на озеро. Ну, а это спортивная площадка для детей. Турник, видите, и соответствующий мне по шею. Лестнички, какие-то кольца, канат. И баскетбольное кольцо побросать. Детская площадка с резиновым покрытием, яркого цвета. Вот такие лавочки, кстати, для детей рассчитанные. Ну, и сами по себе снаряды на такое. Это самый дешевый вариант, который обычно устанавливают. Судя по всему, новая площадка, несмотря на то, что дом здесь уже сдан давненько. Площадку, я так понимаю, установили недавно. Она еще вообще небошарпанная и не видно никаких следов использования. А вот еще одна площадка. Здесь уже попроще, нет этого покрытия. Обычными камушками посыпано. И все тоже очень просто и примитивненько. Ну, кроме вот, есть еще такие развивающие, так сказать, штуки. Здесь вот какой-то технический лифт прячется. Я все-таки нашел способ проникнуть в первый дом. Хоть там и консьерж на первом этаже. Но есть такой запасной вход с задней стороны. Лифт, который используют строители. И я вот еду сейчас на 25 этаж. Лифт, что за лифт такой? А, евроформат. Обещали Готис, но установили евроформат. Тысяча килограмм, приглас пассажиров. Посмотрим, куда у меня привезет. Вот сюда привозят лифт. Выход на общий балкон в коридоре. И, я так понимаю, коридор с квартирами. Это двери от застройщика. Вот такие некрасивые, металлические, коричневые. Все их, конечно же, будут менять. Для дверей бизнес-класса, конечно, не тянет. Ну, вот такой вот коридор. Счетчики стоят. Сверху подвесные потолки. Пожарная сигнализация. И вот такой холл с тремя лифтами. Изображение другого жилого комплекса. Здесь, кстати, потолки какие-то очень низкие. В коридоре с лифтами. Прям рукой можно дотянуться. На полу плитка. На стенах штукатурка и покраска. Вот в коридоре радиаторы. Кстати, кто-то говорил, что их ставят под потолком. Потому что, ну, такие правила, чтобы не мешали эвакуации в случае чего. Вот, посмотрите. Коридор к лестнице. Радиатор стоит внизу. Вроде как должен мешать эвакуации. Но он не мешает. Более эффективно обогревает коридоры. Ну, и пойдемте выйдем на общий балкон. Посмотрим, что там как-то. Полюбуемся, собственно, видами, которые застройщик и нахваливает в своих видовых квартирах. Напротив второй дом. Кстати, видите, по кромочке такая светящаяся лента. Ну, и виды, действительно, конечно, с такой высоты, где бы эти дома не находились, всегда будут вызывать восторг. Посмотрите, вот и озеро, особенно те жители окна, которых выходят вот сюда. Это вообще, конечно, супер. А так, в принципе, вот вам Аболонь серенькая, старенькая-серенькая Аболонь. Ну, отсюда даже Днепр виднеется. Ну, а вниз я уже поеду. Прямую вниз. Да, прямую вниз уже на человеческих лифтах. Тут, видите, он уже выглядит так, как должен выглядеть. Есть логотип Аболонь Sky. Здесь не перевозят грузы, поэтому он вот в таком прекрасном виде, весь хромированный, зеркало, разговаривает. Но чисто по надежности на него жалуются. Ломаются, побаиваются в нем ездить. Посмотрим, как выглядит фойе парадного. Ну, едет он достаточно быстро. Что ж, парадная выглядит достаточно симпатично. Бабушка сидит, как на ресепшене. Пристально глядит цветы. Ну, и сейчас давайте еще прогуляемся к набережной. Она облагораживается не то застройщиком, не то городом. Насколько я знаю, то все-таки город ее планирует облагородить. Поэтому доступ к ней будут иметь все желающие. Не только жильцы Аболонь Sky. Но в любом случае это очень круто, когда у них под домом есть вот такое место для прогулок. Кстати, смотрите, тоже вот такие между оградой, я так понимаю, осветительные столбики. Говорят даже, что эти озера собираются очистить настолько, что в них можно будет купаться. То есть делать какие-то полноценные пляжи. Сейчас, конечно, купаться здесь никто не рискнет. Да, и даже рыбу не каждый отважится здесь ловить. Но вот видите, то есть какие-то работы уже начаты. Есть бордюры, есть вот кустики какие-то выложенные. Столбы осветительные частично установлены. Правда, по-моему, еще не подключены. И вот такие даже места с лавочками. Лавочки, кстати, симпатичные. Единственное, что без спинок, к сожалению. Вот уже полусферы сюда привезли, чтобы ограничить заезд автомобилей. И вот такая беседка здесь уже установлена с лавочками, где можно себе нормальненько сидеть, попивать пивасик и лузать семки. Прямо сейчас здесь находятся работники Киев-Зеленбуда, что говорит о том, что это именно городской проект. Здесь вот еще такие дорожки установлены. И еще вот такие лавочки. Тоже, кстати, симпатичные. И на этот раз они со спинками. В общем, создают еще одну такую красивую зону отдыха для киевлян. Смотрите, даже вот такие интересные ступеньки в виде камней неровных. Это очень круто. Вот, кстати, вот вообще прям респект за такие решения. Редко когда у нас встретишь подобное. Хотя, кстати, я не уверен, что это ступеньки. Возможно и нет. Возможно, это просто какие-то элементы дизайна, вот судя по этой части. Ну и еще одна беседка. Здесь она еще не на таком этапе завершения. Еще лавочки не установили. Ну, в общем, работа тут еще прилично. И вот, чтобы вы понимали, прямо в непосредственной близости дома Аболонь-Скай. От застройщика жильцам квартира передается в состоянии черновой отделки. Есть стяжка пола, есть штукатурка на стенах, есть горизонтальная разводка отопления. Но счетчик отопления нужно ставить за свой счет по желанию. А вот счетчики электричества и воды устанавливает застройщик. Они выведены в коридоре. Электричество тоже подводится до плиты и по комнатам. То есть не только до двери. Правда, те жильцы, которые заселились уже в первый дом, не все довольны качеством вот этих отделочных работ. То есть и стяжка иногда неровная, и штукатурку нужно переделывать. А еще есть нюанс, что те комнаты, которые соседствуют с лестничной площадкой, они утеплены изнутри. То есть уменьшают объем квартиры. Некоторые жильцы просто даже это утепление снимают, потому что там утепление и сверху гипсокартон, на который как бы ничего не повесишь. Это утепление с гипсокартона снимают и утепляют уже самостоятельно лестничную клетку снаружи. Коммуналка обходится жителям. Я прочитал такую информацию в интернете. За трехкомнатную квартиру 1200 гривен. Это без учета счетчиков, то есть без учета электричества и воды. Просто придомовая территория, охрана и вот это вот все. Один из негативных моментов расположения этого ЖК близость к Абалонскому проспекту. Шум от которого слышен. Слышен даже здесь, когда я нахожусь в низине. Но опять-таки смотря с чем сравнивать. Например, если сравнивать его с Заречным и с тем шумом, который издает проспект Бажана, то здесь конечно намного тише. Хотя все равно некоторые жильцы, окна которых выходят туда на Абалонский проспект, говорят, что шумновато. Зато здесь вам и озеро под боком, и метростанции просто в двух шагах. И целая куча торговых и развлекательных центров, магазины, школы, детские сады. Вообще с инфраструктурой здесь просто все очень-очень хорошо. Вот так выглядит комплекс на карте. Три дома в самой непосредственной близости возле станции метро Абалонь. Прямо под окнами проходит Абалонский проспект с достаточно оживленным движением. Шум от которого, конечно же, будут слышать жильцы этого комплекса. Но зато с другой стороны есть озеро Кирилловское. Вот здесь на берегу которой обустраивается зона для отдыха жителей Абалони. Также по соседству находится торговый центр Метрополис. Еще один ЖК по улице Малиновского, кстати, от того же застройщика. И дом очень похож. Ну а там еще чуть дальше пожарная часть. Прямо через дорогу расположена школа номер 219. Магазин Вылыка Кишеня. Еще чуть дальше детская школа искусств, детский сад. Еще один детский сад, лицей, школа, детский сад. Как видите, детских садов и школ здесь огромное количество. Есть из чего выбирать. А пройти чуть дальше здесь расположена автомобильная парковка и торговый центр Дримтаун. В целом в радиусе 1 километр есть практически вся нужная инфраструктура для жизни. Ну а сам комплекс построен на бывшей автомобильной парковке. Так что ничего страшного здесь в этом месте не было. Помимо метро здесь также проходит линия трамвая. А если вам недостаточно зеленой зоны возле озера, то еще неподалеку есть небольшой сквер. За которым находится детская поликлиника Абалонского района. А вот сами дома, как по мне, ну не тянут. Они на бизнес-класс. Вот комфорт, твердый комфорт. Реально. Технология строительства, монолит с красным кирпичом и минеральной ватой. Это хороший комфорт. Внутри тоже, ну не тянет ремонт внутри дома на бизнес-класс. Вот даже тот казацкий, в котором я был, уровня комфорт, вот он приблизительно такой же, как здесь. Поэтому цена за квадратный метр здесь для многих кажется завышенной. В отдел продаж я не попал, потому что он находится далеко от самого жилого комплекса. Поэтому можно прицениться на сайте Лун. Здесь, допустим, самые дешевые варианты. Это, естественно, в доме, который находится на этапе строительства. Однокомнатные квартиры уже проданы. Двухкомнатные. Начинается цена от 34,5 тысяч гривен за метр квадратный. То есть самая маленькая двухкомнатная квартира будет стоить от 2 миллионов 160 тысяч гривен. Стоимость квадратного метра в трехкомнатных квартирах даже выше. Что нелогично, потому что обычно в других жилых комплексах все наоборот. Эта цена меньше. Но здесь 37 тысяч гривен и стоимость квартиры от 3 миллионов 400 тысяч гривен. Никаких особых скандалов по поводу строительства этого ЖК и недовольства жителей, живущих в нем, я не нашел в интернете. Так что, в принципе, довольно неплохой и качественный комплекс. И, повторюсь, один из главных его плюсов это место расположения и инфраструктура. Хотя и сами по себе здания довольно неплохие. Ну да, свечки, но, тем не менее, виды с высоты там действительно шикарные. Особенно вот в эту сторону. Добраться на своем автомобиле до центра города займет у вас в среднем от 22 до 45 минут в час пик. Как видите, вся набережная Рыбальская улица стоит в пробках практически до самого Крещатика. Поэтому, конечно, лучше пользоваться метро и доехать можно до Майдана буквально за 10 минут без всяких нервов. Ну, либо нужно выезжать намного-намного раньше. И тогда время в пути будет от 10 до 18 минут. Или даже от 9 до 16. Но это в пол седьмого утра. Друзья, я напоминаю о существовании инстаграма Ищу Жилье. Так и можете найти его, либо перейти по ссылочке в описании под этим видео. Там я выкладываю всякие интересные фоточки, в том числе сделанные вот в этом ЖК. Сможете посмотреть на панорамку, которую я снял с верхнего этажа. Так что подписывайтесь на инстаграм. Также есть канал в Телеграме, тоже называется Ищу Жилье, где я публикую ссылки на видео. И вы таким образом никогда не пропустите новый выпуск. Ссылка тоже есть в описании к этому видео. В целом могу сказать, что этот комплекс мне понравился. И я думаю, что если бы не такая цена, то, возможно, я всерьез задумывался об этом комплексе. Но тут, видите, небольшое количество домов и квартир. Так что пустовать они не будут. Хотя, кстати, изначально застройщик планировал построить всего два дома. Третий, это, как всегда, аппетит пришел во время еды. Интересно узнать, чувствуются ли вибрации от метро, которое здесь проходит под низом. Но, в принципе, я когда здесь ходил, гулял вокруг каждых домов, я ни разу не почувствовал никакого намека на вибрацию. Так что, думаю, с этим тоже особых проблем нет. Если вы живете в этом комплексе или где-то здесь поблизости, вообще расскажите, какие здесь могут быть подводные камни. Возможно, я чего-то не увидел, чего-то не знаю. Дополняйте. Ваша информация может быть полезна будущим инвесторам этого жилого комплекса. Ну, а всем, кто посмотрел это видео, огромное спасибо. Как всегда, нажимайте пальчики вверх или вниз, если у вас совести нет. Также подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Здесь регулярно, каждую неделю, выходит по два видеообзора киевских комплексов, а также комплексов в пригородах. Пишите свои пожелания в комментариях, как обычно, в какие комплексы мне еще отправиться. Сюда вот просили, просили и допросились. Слезно умоляли. Ну, почему, почему ты обходишь стороной Аболонь? Аболонь неплохой район, достаточно комфортный для жизни, инфраструктура хорошая, и этот комплекс, в принципе, весьма неплох, учитывая его близость вот к этому красивому озеру, которое станет еще красивее, когда вот здесь завершат благоустройство этого парка. Спасибо за то, что переживаете, за мое здоровье, и уже кто-то там даже термос мне предлагал пожертвовать. Надеюсь, я не заболею, надеюсь, погода будет благоприятна, и я буду продолжать снимать эти обзоры даже зимой. Ну, если вы будете смотреть и поддерживать, то буду. В общем, все, спасибо большое, до новых встреч, увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok